За лучшей жизнью из Иркутска. После окончания университета Татьяна собрала чемодан и покинула родной город. Несколько лет прожила в Санкт-Петербурге и посетила много точек в Европе. Она не искала высокоплачиваемую работу. Считает, что высокого уровня зарплаты можно достичь и в нашем регионе. Ее привлекают новые люди, музеи и библиотеки. Мне стало интересно, что за пределами Иркутска. Это свойственно всем молодым людям. Я жила какое-то время в Европе, жила 6 лет в Питере. А после? А после я вернулась с удовольствием в Иркутск. Я никогда не хотела уехать из Иркутска навсегда. Я хотела просто посмотреть, как устроена культура и социальная жизнь на Западе. Причем совсем далеко на Западе и на Западе нашей страны. Татьяна уверена, что молодежь уезжает за пределы региона в Санкт-Петербург по причине близости границы с другими странами. Но отмечает, что и из Иркутска за ту же сумму можно посетить азиатские страны. Миграция молодежи – большая проблема. Статистика последних лет показывает – нашу область покидает больше людей, чем приезжает. Тема очень серьезная. И наука изучает ее постоянно. В целом вообще в регионе существует как бы две волны миграции. Первая волна – это когда люди уезжают в 18 лет в поисках, так скажем, более престижного, более интересного вуза. И в этот период из региона уезжает до 45% молодого населения. В дальнейшем, уже в 21-22 года, волна миграции снижается до 20-30%. Но все равно это значительный, так скажем, охват населения, которое отъезжает. Пытаются почувствовать себя взрослыми, оторваться от родителей и стать самостоятельными – вот еще причины внутренней миграции. Что еще привлекает молодых людей за пределами региона, мы узнали у жителей нашего города. Не хватает рабочих мест, я считаю. Возможно, перспектив меньше. Но я думаю, что уезжает за лучшей жизнью. Самореализоваться получается не у каждого. Потому что сегодня в Иркутской области не все специальности развиты, и найти работу по душе – трудная задача. В первую очередь, юное поколение уезжает в Москву и Санкт-Петербург. На третьем месте – Новосибирск. Что же делает государство для того, чтобы молодежь оставалась в области, нам рассказал заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Андрей Ахмадуллин. Сегодня со стороны Министерства молодежи и политики, в целом от Росмолодежи, федерального агентства нашего, принимается очень много попыток, чтобы ребята реализовывать семена на территориях, на которых они проживают. То, что касается уже молодых специалистов, здесь, конечно, в Иркутской области на протяжении уже трех лет активно развивается программа «Молодая семья». С каждым годом финансирование увеличится. В этом году у нас около 600 семей получат сертификаты на приобретение жилья. Многие работодатели заинтересованы в молодых и с опытом, а также без детей и готовностью к командировкам. Ирина Томчик, Алла Кокаурова, Сергей Полянский. Новости сейчас.